Иии, здравствуйте, друзья! С вами снова Джабраил, с вами снова... Антропоморфный лисёнок Фёдор. Да, да, да. Может быть, может быть, если это было ещё непонятно по предыдущим выпускам, но мы с Фёдором являемся большими поклонниками Фури. Да, да, мы сами Фури и мы adult baby. Ну, я думаю, что наши слушатели могут и не знать, кто такие Фури, потому что они, возможно, не являются конченными пидорами. Ну, блин, чтобы не знать, кто такие Фури, им нужно не иметь ни одного зеркала в доме. Да, Фури — это люди, которые... Все знают, кто такие Фури. Ладно, да. Но они одеваются в антропоморфных животных и делают друг другу хорошо в попу через люк в костюме животного. Угу, угу, вот. Век живи, век учись. Каждый день мы узнаём что-то новое. А, да, они еще прегу и всё такое. Вот, да, в тему прегу и Фури вот этот малыш, блядь. Не этот малыш, вот этот малыш. Да, другой малыш, другой. Смотри на другого. Да, этот ребячоночек. Декар. Декар. Ну, этот разговор с ним мы уже имели в прошлый раз, хотя в прошлый раз мы убили его, его отца и всю деревню, по-моему. Было весело. Да. Повторим когда-нибудь. Так. Ну, поговори с ним снова. Средства, по-моему, у нас есть. Средства уже. Ну, давай вот это. Да. Сейчас твоему отцу должно стать лучше. Я принёс с надобья. О, большое спасибо. Ты очень добрый. Если тебе что-нибудь нужно, я помогу. Я ловлю на слове. Ну, молодец, что поймал на слове этого маленького преступника. Ну, посмотри на него. Ну, конечно. Он же Dark Lord Underground Master. Ну, как твой отец? О, большое спасибо. Ты очень добрый. Если тебе что-нибудь нужно, я помогу. Ловлю на слове. О, смотри, поднялся. Спасибо, что помог мне. Твой должник. Пустяки, не стоя благодарностей. Ты лучше расскажи, где ты повстречался с вампиром? Идиотская история вышла. Есть у меня родственничек на фермах, что вблизи Сивара. Пришёл я давеча к нему по делам, ну и засиделись мы с ним допоздна. Выпили хорошо, и тут кум мне и рассказал, что его сосед, промышляющий контрабандой у Марвела, немного не в себе. Ага, и что с ним? Да понимаешь, кум заприметил, что тот, бывает, зайдёт в свой сарай и нет долга. А однажды вышел, а рука левая, в крови. Ну и стали мы думать, что это за непонятки такие. Может, он там работает? Разные типы крови, проверяет. Да, он с амелье крови. Дубровость работает. Мы точно знали, что его в тот момент не было. И решили проверить, что там такое. Залезли в сарай, стали шарить и... Ничего. Понимаешь? Ничего там не было. И тут смотрим, а в дальнем углу в полу люк. Открываем, а там... Вампира. Нет, ход подземный, дурачелло. Ну и полезли туда. Там жуткие катакомбы, какие-то подсемелья. По виду старинные, языческие. Долго там блукали. Когда вылезли, уже в ночь на дворе. Кум домой пошёл, а я в мазом попёрся. Вспомнил, что сынишка долго один оставался. Окей, ну и по дороге тебя прихватил вампир. Ага. Налетел упырь, захлопал крыльями, жуть. Потом уже иду и чувствую, по шее кровь течёт. Пришёл пух на лавку, а перед глазами всё плывёт. Думал, что устал. Да. Причём, заметь, у него болезнь вампиризма так проявлялась, что у него, короче, борода даже ушла, когда он вампира превращался. Сейчас появилась. Да, сейчас за все дни, что болело, отросла сразу. А при чём тут подземелье? Да это так просто. Предыстория такая. Ой, блять, сказитель выискался. Как хоть того соседа звали? Соседа? Кажись, глом, точно не знаю. Глом так глом. Может, что и выгорит с этого. Контрабандистам, говоришь, помогает. Есть за ним такой грешок. Ну, понятно. Что ещё он нам полезное скажет? О, привет, Олаф. А, ну ладно. Ну ты такой юмор пропустил, смешной. Да? Ладно. Привет. Слышь, как того соседа твоего кума зовут? Глок? Глюк? Ой, вызови скорую. Ой, вызови мне скорую. Сердце прихватило. Такой, такая шутка, что... Ой, ой, ой. Ладно. Ох, ладно, уже не добегу до толчка. Блин, я так людей подолоб харкал. Блин, да у меня самого сейчас рука вся в крови. Так, посмеялся. Да, да, у меня тоже рука в менструальной крови. Ой, господи. Чудовищно. Глом, кажись. А, так точно, так точно глом или нет? Кажись точно, глом. И спасибо тебе, добрый человек, за моё извлечение. Ладно, ладно. Холок его смехом лечит, понимаешь? Твоими шутками. Бывай. Да, это странная ситуация. Ну вот, окей, ладно. Спасли эту муда от вампиризма. Я думаю, перед тем, как идти расследовать этого крестьянина с подземным ходом в его амбаре, какая-то хуйня. Если он вообще существует в этой игре. Не факт, не факт. Давай сделаем тот квест, где тебе надо было как дохуя вина. Ай, да, 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 этих антиалкогольных средств. Отпределяющих зелень. Да, 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 да. Так, сколько у нас их есть вообще? У нас штук восемь сейчас. Не, желтенькая. Желтенькая, да. Семь их у нас. А сколько нам было их нужно? Двадцать. Да, да, походу двадцать. Ой, ты ж матушки. Я тебе это гарантирую. А, это документы эти сраные. Управляющий торговый пункт. Все, 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 все. Все, все, все. Сыриненное средство, которое, возможно, найдется у местного аптекаря. Аптекарь из Мазма просит принести двадцать бутылок. О, ебаный в рот, блядь. Это еще хорошо, что нам не от импотенции его лечить надо. Да, я думаю, Олаф бы первый попробовал. Да, да, он попробовал. Протестировал бы лекарства. Угу, угу. Так. А, я думал, ты имеешь в виду, что он попробовал бы его своим телом вылечить от импотенции. Ты, ты, наверное, какие-то слухи слышал? Ну, это просто слухи, я не предаю. Просто слухи, да, 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 да. Конечно. Когда, вот, допустим, в форте Северный, этот самый, Илон Костолом, или как там местного силача зовут. Да, кажется, так. Да, в баню ходил мыться. Вот, потом говорили, что из пристройки Олаф выходил, у него правая рука вся в крови была. В этой... В менструальной крови. Да, да, в сексуальной крови. В эректальной крови. Да. Ну, вот, ну, 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 ты смотри, ты, ты говори, да не заговаривайся, зелье покупать надо. Ну, вот сейчас я иду к этой даме, что ли. Ну, тут очередь пока довольно большая. Да, 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 уже какие-то ходоки ленинские собрались. А ты обойди его с другой стороны. Я пытаюсь. Нет, и вот этого среднего обойди с другой стороны. Среднего? Ой. Ага. Ну, теперь-то я тоже рейнджер. Вот. А, кстати. Вот, да, и между этими двумя. Подожди, подожди, тут целая хитрая. Так. Видишь, я кликаю, он пытается идти к ней. Может, если она поближе подойдет, давай пока можешь с этим. Ну, вот, теперь я тоже рейнджер. Поздравляем. У нас работа не пыльная, но может забрызгать кровью. Своей или чужой. Лучше чужой. Это хорошая мысль. Очень глубокая. Если не является пустой бравадой. Когда будет заварушка, мы надеемся на помощь друг друга. И если кто-то окажется трусом, это будет плохо для всех. Я вас... Не, подведу. Хорошо. Ну, дамочка. Нет? Блядь, да что она... Что она из себя представляет вообще? Ай, ё... Спряталась там. Ладно. У меня такое тоже было, когда я в баре работал. Все время на кухне отсиживался. Да? А ты где работал в баре? А-а-а... В этом-в этом... В Киске Плюс Кафе. В ресторане Астория. Да-да-да-да. Ты, может быть, слышал о таком бармене мистер Китти Пэнс. Это был я. А чё ты уходишь? Потому что я не могу с ней поговорить, соответственно, не могу у неё купить зелье нужное. Хотя вот этот Пед тоже торгует, хотя он, походу, не зельями. Может быть, этот купец, который в Иссарине стоит, торгует? Ну, попробуй. Приторговывает зельем нелегальным. Дай бог выйдет. Только я забыл, где он был. А, он, походу, в этой избе. Угу. Мы уже, считай, с тобой почти игру прошли. Ну, это правда, да. Да. Это-это ловля зелий, и она очень напоминает последние квесты уже. Это, ну, в обычных играх, да. Так что я не вижу причин, почему здесь это не должно быть так же. Ну, конечно. Кто тебя посылает... Вот, да, этот господин. Так, эм... О, ты ему ещё и сказать что-то можешь. Ну, так мы уже с ним всё обсуждали, что только можно. Угу. А новую угрозу и сарину... А есть некая... А у него нету больше зелий? Нет. У него нет жёлтых? Угу. Блядь. Я думаю, надо в бурсука зайти. Да, иди в бурсука, чувак. Там точно не подведут. Там не подведут. Там старые алили, как звали этого толстушку. Да, как-то так. И-и-и там ещё в форте северный какой-то стоял чувак. Тоже продавал, походу, зелья. Да, да, да. Он тебе ещё и квас давал вначале. Так что сейчас разберёмся. Сейчас всё будет в порядке. Сейчас скупим тут всё. Всё. Олаф — это комирский негациант. Да, 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 да. Торговец смертью его называют. Член Ганзы. Ага. Настоящий Ганзы. Настоящий Гонзо-журналист смерти. Да, да, настоящий актёр. Гонзо-порно для геев. Ха-ха-ха. Вот. Тоже правда. Ага. Короче, да, попробуем. Я, кстати, да, попробую. А может быть, пока ты идёшь, ты мне объяснишь. А чем Гонзо-стайл съёмки видео отличается от обычной съёмки видео? Ну, тем, что... То есть ли всё в дрожащих руках, типа, весь понт? Нет, ну, с понтом, типа, обычный журналист. Он едет, скажем, в трактир кирку, да? Ну, да, ну, да. И он такой, типа, в трактире кирка вот работает человек-торговец. Ну, да. Мы поговорили с человеком-торговцем, ла-ла-ла. А Гонзо-журналистом, типа, такой, я принял на грудь немножко, я не знаю, коктейли. Он изнутри. Чайка. Внутри, да. Да-да-да, и мы зашли туда. Но, конечно, визуальный стиль Гонзо, что вот это такое? Да, визуальный, но визуального... Визуальный я тоже не знаю, что такое. Вот-вот, вот в этом и вопрос. Нет, что такое в целом Гонзо, это-то понятное дело. А вот-вот визуальность Гонзо, вот это вопрос... Ну, я думаю, точно так же. Я, в принципе, кажется, видел такое. Ну, это когда какой-нибудь хуило его, типа, как снимают на камеру, и он в какой-то момент, типа, сидит на жопе, и мы слышим его, как бы, внутренний монолог в студии записан, и он такой, я отправился в Камир, чтобы узнать побольше о местных традициях ношения усов. Но кто же знал, что это приведет к меня, к тому, что я открою что-то про себя, что не знал до этого? Ну, и такой прочий гомосексуализм. Да, что я детственник. Ну, если это Гонзо-журналист, то как по умолчанию он детственник, скорее всего. Я, кстати, знал одного Горна, Гонзо-журналиста, самоназванного. Да? Да, да. И как он пришел к успеху? Нет. Блин. Он был из Голландии. А-а-а, да-да-да-да. Ну, так это, наверное, потому что он крепко сидел на наркотиках, на дуре. Может быть, я не знаю. Да не, он не был похож на человека, который сидит на дуре. Был похож на неудачника. А он тогда точно из Голландии был. Я не знаю, кстати. Твой второй раз за видео рвет. Это все рак. Кстати, ты не в курсе, что обозначает? Я периодически встречаю в интернете, типа там, раки, рак, рак. Ну, как бы, не в связи, не с болезнью. Ракует, ракотан. Ну, это даже не в связи, не с болезнью. О, опять разборки, кстати. Рачишься. Че ты рачишься? В связи не с болезнью, и даже не таким животным. Не, я понимаю о чем-то. Я осведомлен на эту тему. Я никогда не понимал, что это. Что это значит? Ты как-то связан с какими-то стратегиями. Раковать быть раковым. Да, 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 да. Это со стратегиями, ты думаешь? Тебе как с доткой? Ну, походу, да. Не, ну, знаешь, по крайней мере, в той субкультуре, с которой я исхожу, и которая не будет названа в рамках этого летсплея. Она уже была названа. А, ну это в начале. Они же не будут перематывать, чтобы слово Пури услышать. Ну да, правильно. Я Долббэйби Бойс. Шайли Пеннесс Бэк. Ну вот, да. Не, там это значит вести себя вот аккурат, как мы, короче. Типа, знаешь, как топить хуету какую-то. такую, знаешь, как, типа, как такую, как вот рак, знаешь, ты как будто вот, вот ты шутишь, и ты как будто бы меня раком заражаешь. Настолько ты плохо. И в этом особая эстетика, и это при этом смешно, потому что это так плохо. Знаешь, знаешь? Как Энди Кауфман? Да, как Энди Кауфман, только хуже. Энди Кауфман, но в стиле, знаешь, как вот, допустим, эээ... Типа не отдающийся себе отчёт Энди Кауфману? Да нет, зачастую отдающий, зачастую. Эээ, ну вот, например, игра, игра Николаса Кейджа считается раковой. Эээ... Вот. Такие дела. А, но с другой стороны... Кристофер Уокен, он считается? Я думаю, да, я думаю, да. Надо должна быть именно такая, знаешь, как, типа, как... Ты, типа, драматизируешь, но при этом ты, типа, как делаешь ужасное, что-то такое, типа, как... Ну, хуёвого качества, знаешь? Вот как, типа, как, типа... Эээ... Типа... Ну, как тебе сказать? Вот даже не знаю, но... Наш юмор очень похож на эту тему, кстати. Так мы ж не шутим. Ну, вот именно. В этом вся проблема, понимаешь? Ау. Потому что... Потому что жизнь у нас такая... Нас жизнь такими сделала. Вот. Блядь, ну у него тоже этих бутылок нет? Хуя у него нету. А что у него... Давай, может, сейчас ты, когда богатенький уже, Буратино. Да. Вот, вот, видишь? Я использовал сейчас эту хуйню. Да, понял. Я был раковым сейчас. Я, типа, заюзал, как, типа, как... Словооборот, который, типа, уже считается, как более чем Петросянщиной. И я использовал его абсолютно серьезно. Ну, вот, да. Салют, геймоголики! А вот сейчас твой компьютер ракует. Да, да. Ну, встретимся в следующей части, если мы не удалим эту... Да. Первый раз, первый класс, первый вылет, кстати, в Бордер-зоне. Да, да, кстати, да. До этого неплохо справлялись, а то уже сами-сами... Сам бог велел. Ну, так что... Вот. Пока-пока. Мы что-нибудь придумаем. Придумаем, да. Да, справимся. Не переживайте. Все, пока. Пока.